всем привет сегодня снимаем очередной ролик про мотобуксировщики производства из техмаш речь пойдет о тех группах людей которые покупают под мотобуксировщики вот из нашего опыта на наш взгляд хотим подразделить их на 7 категорий людей для чего нужен буксировщик почему его покупают клиент чтобы у вас было понимание как мы видим из со стороны продавца вот эти группы первая категория людей так называемая такое грубое не немного слова называется поджопник то есть это когда человеку нужно оставить основной вид транспорта в какой-то пункте of и доехать до кого-то пункта б например это актуально где-то на сад огородных участках либо где-то у кого стоянка в деревне тоже также находится где-то метров 200-300 не дороже дней дальше километра вот для этих целей оптимально подойдет вариант конечно же это белка либо маленький дельта либо сигма без лыжного модуля самый простой дешевый вариант тут нужно тут нужно понимать что тут важна цена и как можно меньше габариты то есть чтоб можно было просто доехать и небольшое расстояние по хорошей накатанной дороге либо по какой-то тропинке вторая подкатегория это она покататься то есть человек покупает мотобуксировщик не для каких-то там цели порыбачить поохотиться а просто провести время там с детьми покататься либо для себя покататься тут также аналогично подойдут буксировщики типа белка сигма дельта тут можно уже слышно модулем кому как нравится то есть и дельта и сигма у нас представлены с лыжными модулями тоже достаточно недорогие мотобуксировщики получаются и для развлечения вполне достаточно выполнять вот те задачи которые перед ней поставлены будут за эти деньги это будет оптимальный вариант вторая подкатегория это пенсионер то есть у пенсионера как правило бывают задачи посложнее то есть например куда-то съездить в лес там зачем-то либо что-то увезти соседнюю деревню скажем так но тоже это в основном они в лес не ездят на этих мотобуксировщиков одни стараются далеко не уезжать и тут также вот из всех вот наших представленных мотобуксировщиков подходят вот именно такие небольшие начиная от белки заканчивая сигмой либо можно из лидеров какие-то небольшие мотобуксировщики но тут нужно понимать что пенсионер он человек пожилой да он самостоятельно если возьмет большой мотобуксировщик скажем лидер пятнашку и если он где-то на нем застрянет то это будет проблематично достать ему в одни руки скажем так а вот именно те буксировщики которые в названиях белка сигма и дельта они как раз подходят для вот этих вот задач которые пенсионерам могут быть а то есть вот вот эти первые три группы то есть это у нас поджопник так называемый на покататься и пенсионер они как бы в одну большую группу подразделяются тут и по задачам и по цене и по характеристикам они все небольшие получаются и оптимально подходит для данного типа клиента следующий у нас идет это рыбак рыбак одиночка то есть ему нужно малый вес малые габариты чаще всего малая цена опять же возвращаемся к нашим маленьким мотобуксировщиком который можно легко разобрать засунуть багажник дать доехать до речки на речке его достать из багажника одному ну и собрав уже выполнять какие-то задачи там по рыбалке от лунки к лунки и так далее перемещаться вот такая категория людей тоже также выбирают начиная от белки до сигма то есть белка потом идет дельта потом сигма но как правило это безлыжного модуля мотобуксировщики тут чисто из пункта а в пункт b от лунки до лунки доехать без каких-то там чтобы какие-то эмоции испытать просто как трактор чтобы он перевозил так следующая категория людей это рыбаки которые уже ездят группами как правило там два три человека которые уже могут уезжать с ночевой там скажем палатки им нужно много перевозить тут уже конечно тогда более габаритные варианты предлагаем этому мотобуксировщики типа лидер как слышно модулем так и без тут все зависит от того какие задачи предстоят то есть данная категория людей вот рыбаки они бывают что даже скидываются 3 на 4 человека там на 2 и покупают мотобуксировщик вот именно для промысла то есть где нужно уже доехать и вернуться обратно с большим грузом и с большим количеством людей ну вот на мотобуксировщики среднем 15 лошадиных сил можно легко уехать втроем и взять всю экипировку которую вам будут необходимо для ночевки на льду или еще где-то какие-то еще может быть задачи следующая категория людей 6 это у нас для использования в личном хозяйстве скажем человеку необходим мотобуксировщик для выполнения каких-то задач там например куда-то проехать уже более длинное расстояние там больше 500 метров соседнюю деревню там другу погостить либо что-то привести то есть не какие-то не габаритные грузы либо например кто-то воду возит на мотобуксировщиках бывают такие ситуации вот буксировщики тут уже начиная от сигмы и заканчивая более объемными дорогими буксировщиками сейчас кстати появилась модели на вариаторе то в 240 вот перед вами как раз она с рычажным лыжным модулем то есть вариатор не то в 230 тут для понимания у него уже побольше шкивы и нагрузки он терпит больше то есть это уже на 500 гусеницы мотобуксировщик с широкой длинной гусеницей с рычажным полноценным лыжным модулем то есть он выполнит уже посложнее задачи чем скажем сигма на простом вариаторе и без лыжного модуля то есть он пойдет по любому снегу вот вариатор да если можно обратить внимание что тут уже ответный диск и ведомый ведущий диск они уже побольше в диаметре и ремешок уже посерьезнее установлен это что-то промежуточное между вариатор типа forward и вариатор типа буран сафари и вот 7 категория людей она не столько распространена но такие ситуации тоже возникают люди берут мотобуксировщики порой не 12 для обслуживания каких-то промышленных задач то есть у кого-то нефтянка скажем трубопровод они ездят осматривают у кого-то газопровод ездят осматривают у кого-то лесное хозяйство вот тут уже конечно нужно брать серьезный мотобуксировщик такие как лидер сигма ой лидеры большой лидер начиная от 13 и заканчивая там 20 24 лошадиными силами чтобы можно было пара человека ехать без проблем по любому снегу то есть выполнять какие-то задачи именно для перевозки людей в производственных целях есть люди которые счетчики проверяют на мотобуксировщиках едет она выездит где-то в труднодоступных местах когда снегопад пройдет где техника не пройдет другая любая кроме снегоходов и мотобуксировщиков вот такая категория людей тоже существует тоже покупают ну и подытожим вот у нас получилось 7 основных категорий клиентов которые у нас покупают мотобуксировщики первые три группы тут можно их объединить в одну большую группу то есть это поджобник как называемый покататься и пенсионер это вот первые три группы четвертое это рыбак который до водоема доезжает 5 это рыбаки далеко которые на буксах ездят то есть там уже более серьезная ну и 6 7 для использования в личном хозяйстве и для использования в производстве где-то либо каких-то отраслях